Всем привет! Меня зовут Алина Янцин. Я топ-мастер и владелица студии Art Mafia в городе Алматы, Казахстан. В сегодняшнем выпуске я расскажу про свой путь мастера, а также покажу вам технику, с помощью которой мне удалось занять первое место в категории липстик-эффект на чемпионате Woolob Dubai. Сейчас я расскажу вам, как начинался мой путь в перманентном макияже. В перманенте я начала с того, что я начала делать микроблейдинг. Это такой запрещенный прием сейчас в современных трендах, но тогда это было очень популярно у нас в азиатском регионе. И микроблейдинг, вообще что-то новое, любое новое в перманентном макияже, любая фишка, новое название, даже хотя техники все старые, люди идут на это. Поэтому я в прошлом маркетолог, работала в маркетинговой компании, и я это, можно сказать, активно использовала. То есть я использовала какие-то новые названия, мы начинали делать наращивание ресниц, мы как-то это называли это natural look, и клиенты шли на это. Так вот, в микроблейдинг я проработала где-то 2-3 года, затем я уже хорошо зарабатывала, затем я решила продолжить свой путь в перманентном макияже. Я уже, так же, как я расширяла свои границы и изучала что-то новое, делала что-то новое, я закрывала какие-то старые двери. То есть я прекращала делать макияж, потом прекращала делать уже коррекции бровей, ламинирование. Потому что я считаю, что мастер может делать качественно и хорошо что-то очень узкоспециализированное. Отучившись техникам перманентного макияжа, я опять же пыталась как-то интерпретировать это по-своему. То есть, ну, понятное дело, что пудровое напыление, там, вельветовые губы, бархатные брови и так далее, это все, можно сказать, это одно и то же. Просто, ну, каждый мастер, я считаю, что нет каких-то авторских техник, авторских методик. Каждый мастер имеет свой почерк, он работает по-своему, как ему удобно, как он чувствует. Вот. И, соответственно, конечно, называть это все могут по-разному. Ну, я старалась делать что-то для своих клиентов, объяснять это, доносить это, называть это как-то интересно. И, опять же, получала какой-то поток клиентов, какую-то отдачу. И это привело меня к тому, что у меня был больше поток клиентов, чем у моих коллег. И, в итоге, я открыла свою студию перманентного макияжа. Часто мне задают вопрос, почему моя студия называется Art Mafia. Это, опять же, возможно, связано с маркетингом. Это название всем запоминается очень хорошо. То есть, вместо там Beauty Room, Lash Room, Make Up Room, какие-то пространства красоты и так далее, я стараюсь всегда концентрироваться на какой-то маркетинговой фишке. Вот. И сейчас в моей студии уже семь мастеров, и я по-прежнему считаю, что перманентный макияж не имеет какой-то границы и какого-то потолка. То есть, можно развиваться бесконечно, открывать что-то новое, делать что-то новое, какую-то изобретать свою методику, называть это. И все мы здесь для того, чтобы заработать. И, конечно, зарабатывать на этом просто больше и больше, открывать для себя новые какие-то границы. И этот путь мастера, он может быть, начинаться с чего-то интересного и закончится он еще более-более чем-то интересным и масштабным. Когда я участвовала в своем первом самом чемпионате, он мне принес очень много опыта. Я вынес для себя определенные инсайты, как модно говорить. Это касалось, в частности, эскиза. Я очень много времени потратила на эскиз, пыталась сделать его идеальным. У меня ушло большое количество времени, я поняла, что мне нужно что-то с этим делать. В дальнейшем я пыталась быстро и на время точить эскиз, чтобы у меня уходило не более 70 минут. И я могу наглядно показать вам, как я это делаю. Ну что, смотрим губки нашей модели. Здесь губки без гиалуроновой кислоты, достаточно мягкие. Я обычно до процедуры наношу мазь трифалан минут на 10 под пленку для того, чтобы губы немножко увлажнить. Если есть какие-то сухие участки, они тоже достаточно становятся такими мягенькими. Если прям совсем сухие, то я еще могу проскрабировать сахарным скрабом до этого. И еще перед процедурой я люблю немножечко растереть пигмент по слизистой для того, чтобы посмотреть, правильно ли подходит микс типажу. Ну что, начнем с эскиза. Я отрисовываю эскиз карандашиком Миста Ис номер 709. Так, ну что, сижу я сзади модели, смотрю сверху, получается, мне открывается отличный вид на колонны Фильтрума и Фильтрум. Я немножечко растягиваю наш вот этот бантик, да, и ищу центр. Вот прям здесь центр ямочки нахожу, ставлю себе отметочку. Ставлю отметочку и эту же отметочку я переношу вниз. Я ставлю себе такие небольшие засечки. Дальше я отмечаю колонны Фильтрума. Здесь, когда сидим сверху, очень хорошо открывается вид и прям видно вот эти вот самые восходящие выпирающие точки. Ставлю на них тоже засечки. На всякий случай я проверяю одинаковое расстояние, то есть могу приложить. Ну, обычно я не проверяю, но если, допустим, с ученицами работаю, я учу немножечко проверять. То есть ставлю себе отметочки вот так вот и сверяю расстояние. Что я делаю дальше? Эти же отметки, которые поставила наверху, я переношу вниз. Теперь отрисовываю бантик. Растягиваю свои наметки. От серединки двигаюсь влево и вправо, я закрываю полностью поры. Делаю просто пока ровную линию, прикрывая поры. Ну, наверное, все знают, что в порах перманентный макияж мы не делаем на губах, потому что смотрится в зажившем виде это некрасиво. Это очень большая ошибка, если человек участвует в чемпионате. Если есть перманентный макияж в порах, за это сразу снижается балл. Это очень легко увидеть, когда мы растягиваем, вот так вот немножечко натягиваем на себя, сразу открывается здесь кожа губ, она такая гладенькая, блестящая и видно вот прям границу, где расположены поры. Также я отметку себе делаю в нижней части. Для начала я делаю вот такие засечки. Дальше я проверяю этот эскиз сразу же спереди, то есть я захожу спереди. Ну что, я проверила, получается, нашу верхнюю губу, нижнюю губу проверила, посмотрела впереди. И теперь я хочу себе наметить комиссуры, те точки, где у меня будет соединяться эскиз. Нижняя губа, я немножко вот так вот выворачиваю, здесь губки они собраны и комиссуры заходят внутрь. И вот здесь вот прям смотрю у нас точку, где они должны у нас соединяться. Мы помним, что у нас уголки губ в комиссурах, то есть вот эти две направляющие, они у нас как бы в одной точке соединяются. Мы не соединяем там татуаж, мы не делаем татуаж здесь в комиссуре, вот в этой части, но именно по эскизу, вот так, если мы посмотрим вот этот уголок, он соединяется в одной точке. Я ставлю себе также засечки в той точке, где у нас соединяется верхняя и нижняя губа. То есть мы не прокрашиваем место вот этой комиссуры соединения, но там мы ставим себе точечку и от нее у нас должна идти и верхняя и нижняя губа, как уголочек. Ну что, когда мы соединили линии бантика нашего вот с комиссурами, мы сидя сажаем модель и проверяем наш эскиз. Проверяем наш эскиз, чтобы у нас колонны фильтра мы были на одном уровне. Проверяем, чтобы у нас одинаково смотрелись наши линии, то есть чтобы у нас ни в коем случае не была одна линия вогнута вверх, а допустим другая вниз. Вот как я уже говорила, здесь есть склонность немножко губки, они вот такие заваленные. В пределах возможного мы их выровняли немножко. И также проверяем наши уголки. На меня немножечко. Здесь вот, если мне ну что-то нужно подправить, я беру мокрый микробраш, подправляем для того, чтобы у нас была линия ровная, без засечек, все было чисто и понятно. Ну что, вот у нас готовый эскиз. Немножко мы видим, что анатомически нижняя губа у нас длиннее верхней, но мы не можем ее зарезать против нашей природы, поэтому мы сейчас просто проверяем на симметрию наш эскиз, просим нашему модель сначала улыбнуться зубами. Смотрим, чтобы у нас все было по уровню, нигде не было выше, ниже, толще, уже. Теперь делаем О. И когда делать прям букву О скажи? О. О. Чтобы вот эти точечки у нас в комиссурах, они сходились в одной точке, смыкались. Вот. И распускаем губки. Смотрим, на мой взгляд, симметрично. Ну что, припудриваем эскиз наш финальный. Это обычная, без разницы, какая сыпучая белая пудра. Делается для того, чтобы не смазали мы эскиз в процессе процедуры. Ну и хотелось бы рассказать, как начался мой путь в чемпионатах. Почему важно и нужно участвовать в чемпионатах? По моему мнению, в какой-то момент каждый мастер достигает каких-то внутренней какой-то уверенности. Для кого это, это своеобразная проверка. Проверка, скажем так, на прочность. Когда ты идешь туда, уверенный мастер, и хочешь посоревноваться с другими крутыми мастерами, и хочешь посмотреть примерно на каком-то месте в этой битве, в этой схватке. Порой это реализация своих амбиций. Когда мы достаточно, может быть, даже возможно для себя, мы имеем какие-то амбиции, но приходя на чемпионат, мы понимаем, что это лишь амбиции. Поэтому это очень хороший опыт, очень хорошая проверка, проверка на прочность. И часто для мастеров, как раз таки не уверенных в себе, которые приходят, даже новички участвуют в чемпионате и занимают первые места. Вот как раз для них это уверенность, уверенность в своих силах, возможно, которую они бы даже не знали. Они бы не знали, что они такие крутые, а на чемпионате они понимают, что они действительно крутые, и им не хватает именно этого. Поэтому я считаю, что каждый мастер в чемпионате для себя что-то может взять свое. Кто-то опыт, кто-то уверенность, кто-то поднимает ценник после чемпионата, когда что-то занимает. Но определенно, что для каждого мастера эта проверка и очень классный опыт. Конечно, в моей практике тоже наступил момент, когда мне захотелось проверить, а действительно ли я классный мастер, а насколько я классный мастер. Захотелось поехать пообщаться, посмотреть на других мастеров. Конечно, на чемпионатах мы получаем много опыта, много знаний. И когда этот момент пришел, я поехала на свой первый чемпионат. В принципе, для меня это был просто опыт. Я ничего не претендовала ни на что. Вынесли для себя определенные знания, какие-то проблемы. Вскоре я решила поучаствовать в чемпионате в Улов. Это грандиозный проект по всему миру. Естественно, как любому мастеру мне хотелось поучаствовать именно в нем. И здесь меня настигла, скажем так, моя такая первая неудача, когда... Ну, это и удача, и неудача. Я заняла в первом году, когда я участвовала, три вторых места. Мне было очень обидно, потому что я была в шаге от победы в каждой номинации, но не прошла в финал. И в этом году наша страна заняла первое место на мировом чемпионате в командном зачете. Я очень была... Очень гордилась девчонками, но понимала, что я... Я тоже где-то там, на верхушке, я тоже делаю классные работы. Я пошла во второй год и заняла опять третье место. То есть мне постоянно... Я считаю, что чемпионат — это и мастерство, и удача. И где-то мне не хватало... Возможно, мастерства, возможно, удачи. И это был еще один провал. Но я хочу сказать, что самое главное — это не опускать руки, потому что я участвовала и в третий раз, и в третий раз я заняла это заветное первое место. Моя мечта сбылась. Я все-таки попала в финал, и это просто грандиознейшее событие. Это такие эмоции, которые просто затмили все, весь этот путь. То есть два года я шла к тому, чтобы все-таки поехать туда, куда я хочу, и не сдавалась. Поэтому какие-то... Вот, может быть, это удача, может быть, это неудача. Я расцениваю это как такой опыт, возможно, где-то, ну, негативный, наверное. Ну, возможно, где-то мне было обидно, где-то печально, но я ни на кого не обижалась, никого не винила, а наоборот усиливала свои, скажем так, сильные стороны. После своих неудач на Вулаб, Казахстан, где я не занимала именно первое место, конечно же, я пыталась отточить свою технику, и когда я приняла решение, что я буду участвовать в Вулаб Дубае, я максимальные все силы свои сконцентрировала на своей технике, выработала какие-то свои определенные фишки, скоротала время, то есть я работала по времени, очень много моделей принимала. Это помогло мне отточить какую-то свою технику. Раскрою вам сейчас небольшой секрет моего успеха, ту технику, с которой я победила Вулаб Дубаи. Использую припудренный спонж себе как помощник, вожу его на губки ручкой, максимально растягиваю наш эскиз, нашу комиссуру, начинаю двигаться из комиссуры движениями на себя. Я не двигаюсь в закреплении эскиза движением тик-так, когда мы входим в кожу и стоим, я больше как будто как волоски прорисовываю на себя коротенькими-коротенькими движениями. Примерно прорисовываю около, что-то около половины или сантиметра и проверяю. Вижу, что остается линия, в принципе она достаточно нормальная, не насыщенная, не слабенькая, может даже чуть-чуть послабее двигаться дальше. Тянем наш эскиз, так как у нас эскиз достаточно четенький, линия чистая и ровная, мне вообще не составляет труда. Я прям встаю в линию, коротенькие-коротенькие движения, возвращаюсь на 80% в предыдущий штрешок и тяну на себя, тяну на себя потихонечку-потихонечку линию, чувствую сцепку с кожей, чувствую вибрацию машинки, опять делаю примерно сантиметр, но могу чуть-чуть подлиньше уже сделать. Проверяю наш эскиз, снова вытираю мокрой палочкой, смотрю, что линия у нас тоненькая, хорошая, она не должна быть слишком яркой для того, чтобы нам не составило труда потом сравнять наш прокрас с эскизом, ну и не должна быть совсем не читаемой. То есть я выбираю что-то среднее, понимаю, что она проявится еще у меня, когда я дойду до финала фиксации, поэтому делаю такую среднюю линию, ровненькую и тоненькую. Я использую картридж Hanafi, заточка у меня получается идет 30-я острая, я использую ее и на эскиз, и на прокрас. Тоненькая очень линия, тут прям я вижу, что я на границе пор уже, потому что я пыталась максимально выстроить, выровнять немножечко симметрию по губам, но в порах ни в коем случае не работает. В виде, когда вот прокрашивала, у меня выглядит вот так линия, здесь можно прям увидеть, и это уже наш стертый эскиз, уже зафиксированный. Вот такая тоненькая, аккуратненькая. Стираем наш, то что мы зафиксировали, видим, что у нас есть линия, которая, да, вот она такая тоненькая, еле такая читаемая, она еще у нас проявится сейчас в процедуре. Если вот так вот растянуть, можно увидеть. Когда я фиксирую эскиз, я стараюсь руками на готовый эскиз максимально не заходить, для того, чтобы у нас, ну то есть для того, чтобы его не смазать. Использую припудренный спонж, когда работаю на вот этом карандаше, и вот, как видите, у меня не стирается, не смазывается, линия по-прежнему остается очень хорошо читаемой. И вот можно увидеть, линия уже у нас зафиксированная проявилась, она очень тоненькая, ровненькая и достаточно яркая. Закончили фиксацию эскиза верхней губы, я наношу анестезию тоненьким слоем, вторичную, микробрашем, буквально по той зоне, которую только что мы зафиксировали. И пока мы делаем, пока мы будем делать фиксацию нижней губы, у нас как раз хорошо обезболится нервное окончание на верхней губе, и также проявится наш эскиз. На фиксации эскиза я максимально растягиваю кожу, прям максимально. Когда я двигаюсь в заполнение, то есть когда мы уже делаем непосредственную процедуру, там я кожу не растягиваю, я ее больше прижимаю. А на фиксации эскиза мы максимально натягиваем кожу для того, чтобы линия у нас получалась тоненькая. Машинка у меня ксион, я работаю на эксцентрике 2,5. Также на ксионе выстраивается жесткость, я работаю на максимальной жесткости на губах. Вот наш зафиксированный эскиз, в моем исполнении он выглядит так. Тоненькая, еле заметная линия. Мне этого достаточно для того, чтобы потом фиксировать нашу форму внутри. Ну что, мы закончили фиксировать наш эскиз. Я наношу вторичную анестезию по всему контуру. До конца процедуры больше анестезию я не использую. Самое главное в нашем мире, в мире перманентного макияжа, в мире бьюти услуг, это конечно развитие. Я знаю очень много мастеров, с которыми мы начинали вместе, которые сидели тихо в своих кабинетах, не обучались, не развивались, не делали ничего нового, не делали ничего для своего развития. И сейчас, конечно же, я вижу, когда ты можешь поднять ценник в 2-3 раза больше этих мастеров спокойно, и ты обеспечиваешь себе поток клиентов, потому что клиенты видят, когда мастер развивается, они видят, когда мастер обучается, они видят, когда мастер участвуют в чемпионатах. После каждого чемпионата, после каждого обучения я всегда поднимаю цену, и считаю это справедливо, и клиенты считают это тоже справедливым. И, конечно, я рекомендую всем мастерам обучаться всегда, развиваться, развивать свои навыки, развивать свои таланты, и никогда не сдаваться. Если есть какая-то цель, открытие студии, там, допустим, тот же чемпионат, или создание своей техники, если что-то не получилось, конечно же, никогда не нужно сдаваться, нужно верить свои силы и принимать все свои неудачи, как очень ценный опыт. Подкладываю спонж под губы, потому что для того, чтобы максимально вывернуть нам комиссуру, очень удобно на мягком работать, тем более, когда губы без гиалурона, для того, чтобы не было жесткой подложки в виде зубов, да, то есть когда губы на зубах растянуты, и мы работаем, есть вероятность большего отека. Поэтому я делаю мягенькая вот эта вот поверхность с помощью спонжика, плюс у меня комиссуры хорошо разворачиваются, прям максимально выворачиваю комиссуру, прижимаю ее, не растягиваю, а прижимаю, делаю такой небольшой, как будто себе валик, и потихонечку начинаю работать. Встаю в линию, работаю я маятником, там, где в местах, где немножко неудобно может быть, как раз таки в комиссурах, бывает, что я могу работать просто на себя, но в целом здесь достаточно комфортно, все хорошо видно, поверхность должна быть сухая, и работаю штрихом маятник, просто прокрашиваю поверхность, делаю три движения на одном месте и затем двигаюсь вправо. Заход на блок 80%, опять немножко подтягиваю, придавливаю, сильного натяжения нет для того, чтобы не было излишней травматизации. Встаю в линию, делаю три штриха на одном месте, раз, два, три, двигаюсь вправо, раз, два, три, передвигаюсь, раз, два, три, то есть три маятника на одном месте и двигаюсь. Когда я работаю, я много не вытираю губы. Если мне сухо работается, если у меня нет сукровицы, нет крови, нет там, не мокнет, не капает пигмент, я работаю, вот пока у меня, пока мне сухо работается, я работаю. Делаю достаточно большой блок, то есть я, в принципе, вот губу до бантика делю на три части, одну часть закрасила, я стираю, перехожу сразу на нижнюю, то есть я не трачу время для того, чтобы не проявился пигмент, потому что когда только вытираешь, там непонятно, поначалу, потому что он не проявился, если мокнут губы, тоже немножко непонятно, поэтому я не трачу время, сразу ухожу на нижнюю губу. Прокрашиваю одну треть, то есть половины губы, и затем перехожу на нижнюю губу, там тоже зарисовываю один блок, закрашиваю, и потом обратно перехожу на верхнюю, тем самым у меня параллельно закрашиваются сразу две губы, и верхняя, и нижняя. Я прошлась от комиссуры до серединки губы, параллельно двигаясь за штриховую верхнюю и нижнюю губу, сильно не терла, как видите, отека, в принципе, практически нет, и сейчас я буду делать то же самое, только уже с левой комиссуры двигаясь в сторону бантика. Начиная с левой губы, из комиссуры штрихую, здесь мне удобно делать движение для начала на себя, а затем я уже перейду в маятник. Буду делать все то же самое, маятник на три, на одном месте, и потом только буду передвигаться дальше. Когда я работаю, я повторюсь, я не растягиваю сильно кожу губ, я ее немножко прижимаю, чтобы у меня получилась такая небольшая горочка, но достаточно натянутая. Если мало объема своих собственных губ, то мы подкладываем ватный диск под губу. Работаю небольшими штрихами, не растягиваю сильно штрих, достаточно такой коротенький штрих, три раза на одном месте, и я обязательно возвращаюсь в предыдущий блок примерно на 80%. Здесь вот возвращаемся, и только на 20% мы выходим вперед. Дохожу до серединки с левой стороны, и потом саму серединку, бантик и нижнюю губу я затушевываю в последнюю очередь. У нас уже достаточно проявляются латеральные части комиссуры. Если вдруг что-то там я не докрасила, то я это докрашиваю сразу на первом проходе. То есть практически весь пигмент, он здесь достаточно видно, что уже протушеван, но я стараюсь положить на первом проходе. Здесь делаю все то же самое, маятник на три, двигаюсь постепенно, двигаюсь влево от контура к слизистой. Если вдруг у вас на нижней, бывает на верхней губе, ближе к слизистой сильно сухие участки, то, допустим, пока я штрихую нижнюю губу, я могу нанести либо мазь трифалан, либо какой-то вазелин ханахи тот же самый. Можно нанести под пленочку. Пока штрихуем, допустим, нижнюю губу, чтобы у нас верх немножечко отмок. Я работаю на низкой скорости, спокойным махом, и я считаю, что это самое важное. Если мы не хотим отека в работе, то нужно работать на низкой скорости и спокойными движениями, постепенно, постепенно, постепенно закрашивая. Если вдруг все-таки у нас появляется отек, мы видим, что отекает какой-то участок, то я стараюсь перейти на другой участок. И, возможно, иногда, если это где-то в конце процедуры, то можно сделать небольшой массаж для того, чтобы у нас лимфа и жидкость отступила. Заканчиваю я прокрас на верхнем бантике. Здесь я его не растягиваю, особенно здесь у нас гиалурона нет, губы пустые. Не растягиваю, чтобы не было жесткого биения. Здесь подложен у меня мягкий валик, и нужно быть аккуратным в этой зоне, потому что здесь часто бывает отек. Поэтому я обычно перед бантиком меняю иголочку на новую для того, чтобы излишних усилий не прикладывать, чтобы иголка была острая и легко сама прокалывалась кожа. Встаю в контур, делаю три маха, три штриха, и двигаюсь вправо. Штрих по-прежнему маятник. Делаю три штриха на месте. Легкий такой прижим кожи, не растяжка. Вот немножечко ее прижимаю. Под губой у нас валик. И этого натяжения, в принципе, достаточно. Очень бывает опасное место возле слизистой бантика. Там может пойти отек. Поэтому там особенно. Вот я постоянно меняю себе. То есть я подкручиваю объем губы. Здесь, когда работаю, сюда повернула. На серединке отпустила, опять прижала, прижала серединку. Ближе к слизистой я опять поменяю положение для того, чтобы мне было удобно и для того, чтобы губы сильно не растягивать. То есть можно было бы натянуть этот участок и все. Он был бы растянутый весь. Но я по маленьким таким кусочкам двигаюсь, тем самым избегая отеков. Ну что, мы сделали первый проход. Он достаточно плотный. В принципе, основная работа здесь уже у нас закончена. Второй проход я делаю раскрытой тройкой. Просто для того, чтобы где-то добавить цвета в каких-то участках. В участках иногда, чтобы сделать поярче. Многие задают вопрос. Как же меняется жизнь после чемпионатов, после победы в них? И стоит ли оно того? Сейчас я вам об этом расскажу. После чемпионата, наверное, самое важное, что со мной произошло, это знакомство с компанией Hanfi. Потому что на чемпионате мне подарили изначально сет пигментов, которые я попробовала. Мне они очень понравились. И я делала много-много-много работ на этих пигментах. И потом мне предложили стать участником Hanfi Team, что для меня послужило очень-очень большим толчком. Потому что, когда ты что-то делаешь и видишь отдачу, то есть, что кто-то тебя замечает. Всегда, когда я скидываю свои работы менеджерам Hanfi, они говорят, вау, какие крутые работы, классно, спасибо. Это очень сильно мотивирует, это дает очень большую мотивацию, это придает какую-то ответственность. И сейчас я чувствую очень большую поддержку от бренда, от компании. Я очень благодарна за то, что они меня заметили, за то, что они мне предложили быть амбассадором. И, конечно же, вот, наверное, это для меня самый большой, скажем так, плюс от участия в чемпионате. Потом второй момент, это, конечно же, что после чемпионата, когда ты занимаешь какое-то призовое место, да, ты едешь на финал, получаешь тоже определенный бэкграунд, опыт и, конечно, поднимаешь цену. Опять же, повторюсь, мы здесь все в этой сфере для того, чтобы заработать. Вот, то есть каждый продает свои знания настолько дорого, насколько он может это продать. И это как один из плюсов, которых ты получаешь на чемпионате. Если ты что-то занимаешь, если ты куда-то едешь, ты что-то делаешь, автоматически нужно всегда это монетизировать. То есть это монетизация своих знаний, своего опыта. Вот, поэтому вот эти вещи очень приятные, которые случились со мной после чемпионата. Работаю раскрытой тройкой. Здесь взяла цвет немножечко поярче, чтобы, ну, такой поигрался у нас. Сверху будет красивый, воздушный, бархатный. Бархатная такая россыпь. Тройкой работаю короткими штрихами. Чуть-чуть, возможно, больше нажим, чем с единичкой. И я заштриховываю по горизонтали. Просто на себя делаю штрихи. Когда прихожу в бантик, здесь делаю, в принципе, такие же движения. На себя, не быстрые, немножечко под нажимом, потому что площадь тройки у нас больше. Соответственно, мы должны сделать немножечко больше нажим. Здесь просто двигать по диагонали. В каких-то местах я могу перекрестить штрих, если вдруг где-то пробелы. Или, допустим, на бантике здесь, ближе к слизистой, чтобы уплотнить цвет. Можно работать перекрестным штрихом. Сначала в одну сторону пришли, потом заменяли и в другую. Заканчиваем второй проход тройкой. Здесь уже в левой латеральной части также по диагонали. Спокойно штрихуем, распыляем наш пигмент. Сейчас у меня такой период в жизни, когда я максимально сконцентрирована на росте своей команды, на развитии своей студии. Я сделала ремонт в этом году. У нас все обновлено. И, конечно, мне хочется, чтобы к нам больше приходили на обучение. То есть сейчас я максимально стараюсь привлекать студентов на свои мастер-классы. Тем самым, конечно, записываю онлайн и для этого. Все делаю для того, чтобы у нас студия из, скажем так, мастеров, которые просто работают и оказывают услуги, чтобы мы немножко, скажем так, переквалифицировались в обучающую студию. Ну что, мы закончили нашу процедуру. Сейчас я подготовлю губы для фотографии и мы покажем вам финальный результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова